Актриса, модель и начинающий режиссёр – всё это направление творчества Ольги Зуевой. В России широкую известность талантливая девушка во многом получила благодаря актёру Даниле Козловскому. Но ещё до начала этого романа девушка покорила зарубежные подиумы, появилась в голливудском блокбастере «Солд» и американском сериале «Оранжевый хит сезона» и сотрудничала с самой Кэмерон Диас. Её дебют в качестве сценариста и режиссёра – фильм «На районе», который, к слову, стал фильмом-закрытием кинофестиваля «Меридианы Тихого». Я стала писать такую социальную драму о парне, который пытался заработать деньги, у него не получалось, и как сложно быть молодым человеком без каких-то связей серьёзных и денег в нашей стране. Вот так начинался мой сценарий, потом из истории про строителя он перерос в такую более криминальную историю. В ходе общения с журналистами Ольга рассказала о самом фильме, который снимался в Приморской столице. Решение снять ленту именно во Владивостоке не случайно. Сама режиссёр выросла в нашем городе. Да и сценарий писался про героев города у моря, которые так или иначе явились прототипами реальных людей, с которыми Зуева была знакома. Я рада, что это Владивосток, потому что, может, это не скромно прозвучит, но я горда тем, что я запечатлела наш прекрасный город, первый в кино по-настоящему, не какой-то там кусок, а я показала всё-таки какую-то красоту, которую я вижу, и я хочу, чтобы её увидели другие люди в нашей стране. К слову, съёмки во Владивостоке давались нелегко. По её словам, в городе мало специалистов, которые могут встать в ряд с коллегами из Москвы. Рассказала я о герое Данилы Козловского, который в фильме исполнил роль, так сказать, плохиша. Всё-таки он известен больше как актёр, который играет положительных героев. И поэтому мы пришли к такому выводу, что будет интересно попробовать что-то такое радикальное, вне его амплуа, сыграть что-то, что ему не предлагают, как его не рассматривать, такого не очень хорошего парня, не очень порядочного, грубого, пошлого. Когда мы делали пробы, он вошёл в кадр и с первого дубля показал мне того кису, которого я так примерно себе представляла. Мужское кино о крутых тачках, красивых людях и о плохих делах, любимое у Ольги. Хотя не отрекается Зуева и от женских фильмов. Сейчас в планах у режиссёра новый проект о моделях, который выйдет на телеканале ТВ3. К слову говоря о продолжении, на районе Зуева раскрыла секрет. Готова 25 страниц нового сценария. Однако будет ли это продолжение фильма или совсем новая лента, пока точно не определено. Но совершенно точно, что благодаря таким проектам, как на районе Ольги Зуевой, у Владивостока есть шансы стать новой столицей российской киноиндустрии. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.